Всем привет. 7 часов утра, очередной день. Удиваться порог у нас друзья. Вчера были мы в Смолеевском, сказать, регионе. Правильно у нас Смолеевское сельское поселение относится. Тут участке я был за Смолеевкой, перед деревней Сухарева. Тротара у нас остались в Орженеевке у Алексея, который работает на окрасе у нас и на 350к синим. В общем, сейчас я параллельно подготовку предстоящей уборочной, которая начнется во второй половине июля. У меня подготовка техники начнется, я не знаю когда. Я особо по этому поводу не переживаю, так как Серега на 09.25 и то же самое Алексей также культивирует, комбайны для меня готовятся. Так что все намного интересно. Пары заросли, мы работаем на очень ужасном поле, а сегодня уже 5 июля, так что, блин, тоже. Мы, например, в 2013 году уборку начали 12-го. Ну, в том году, конечно, начале 22-го июля. Ну, в общем, все как-то вот так вот складывается. Мне очень было приятно, поле ужасное, фактически все зеленое после нас. Убиваем половину растительности, культиватор битком, вложим кучу с землей, и с поветелью, с сорняком. Есть по-хорошему, ну, там еще раза два наших культиваторов пресс-культиверки. Ну, либо один тяжелым. Ну, то есть, блях, муха. Ну, хотя бы, сказали, один раз продить, потом уже будет. Вот Серега, который сам носит на МТЗ-21.2 на Мишкином работает. Ну, потому что работает Мишка этот комбайн. Не стали Мишку отвлекать от процесса. Комбайн уже так старая, как раз 530. Сан Саныч, который уволился. Ну, и Мишка не в курсе пока что еще всех поломок комбайна. Сейчас будет смотреть, искать. Серега будет потом вот прыгать со 150-х на другую технику. Он, то есть, получается, подменный. Пока в уборочной будем работать, они с Димкой будут то оккультировать пары, может где-то будет дисковать, где-то что-то пахивать. В общем, раньше сам такими вещами занимался, был подменным. Когда еще Серега на 0,925 работал на моем Генке, я был подменный на Генку. То есть, он садился на дом 1500, я садился на Генку. Вот такие дела, друзья. Ладно, сейчас в Орженеевку, обслуживание техники и в поле. Прибыли в большую деревню. Максим Сергеевич заправил. Так. Масло посмотрел. Надо сейчас гидробаку масло слить, чтобы не вышибал гидробак. Немножко убавим. Ну да, тут он под склянь уже, стекло. Ну и сейчас займемся техническим обслуживанием, посмотрим водички. Пойдем пока Максим Сергеевич тут масло наберем у него. И потом поедем. Наши мучения начинаются. А, ладно, потом. 20 минут 9-го выехали. В общем, надо не забыть ролик посмотреть. Натяжки компрессора, как все чувствуют. Он у меня старый, новый я еще не ставил. Когда я смотрел предыдущие серии, помните, что мне купили новый ролик натяжки компрессора. Многие ребята советовали его вообще выкинуть и поставить ремень от бомбы. Может, в обед так и сделают, попробуем. Обойтись без ролика, натянуть ремень мальч меньшего размера напрямую на шкив привода, на шкив компрессора. Ну ладно, друзья. Теперь дорога. Сейчас километра 3. По Рженеевке, за Рженеевку. Потом на поля свернуть. И полями уже ехать до поля в 120 гектаров. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Включается рычаг гидросистемы Ключ подставил, будет помогать при нагрузке большой Серёня подъехал Ну что сказать, поле в ужасном состоянии, половина того, что мы прокультивировали, зеленая, я думаю, видно, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну ладно, будем работать дальше Здесь наверняка чуть поменьше стало Но сбивается один тер землей Так что тащишь Битком набитый культиватор Потом скинешь Поигде Ну так, конечно, почищать не мог здесь Но и то это опять С местами А местами говер сплошной Время половины четвертого Отрицаю очередную загонку Уже ближе к краю Сейчас разобьем В общем Здесь поменьше стало Преимущественно Хвощ Красиво Такой сорняк На маленькие елочки похож А все говорят Если скотч А поле много То это очень кислорное поле Болото Вообще Погода у нас Все эти дни балуют В плане ветерка Прокладывая А так Тепература Я вот вчера смотрел на Яндексе 28 Все не так Начальник сказал Начальник сказал Что в машине у него Тепературу показывал Терпометр Тридцать Тридцать Но так Ветер Моговой То есть через две портики Проговорится отлично Я даже не ощущал Что за тридцать У нас было Это хорошо Ну что друзья На счете все Едем Время Половина Шестого Как раз Безистости Переедем В машине Но осталось Немного На этом поле Так Переедем Наверное Надеемся На это Загадывать не будут Кажется На сорок Но по-любому Сорок Пойди сделаем Завтра Так что еще Два дня Здесь мы Пробой Вот она Наша Зеленая Культивация Это Вчерашняя Работа Сегодняшняя Почище Будет Видите Не так Много Больше Хвощ Растет Ну и Здесь Ближе К развороту Полосе Очень много Особ И он Большой Тоже В принципе Половину Только Вытирается Ну что поделать Доделаем Придет Сереге Димка Здесь Еще Работать Так и будут И все Лето В общем Второй день подряд Нас Стороженевки Забирают Начальник На Фольцеловине Ну и забирают Привозят Так как Вторая Группа Культиварточек Работает Вообще В другой Стране Их приходится Тоже Возить Вроде бы Они закончили С тяжелыми Культиваторами Три трактора Завтра Приезжают К нам Поедут На поле Возле Башни Ну и как раз Мы Докультивируем Эти 120 Гектар Наконец-то И наверное Ну если получится Поможем им И на этом Наверное Моя Культивация Закончится Дальше Останутся Культивировать Потом Серега С Димкой А мы Все остальные Культиваторочки Которые Задействованы На уборке Будут Займемся Наконец-то Подготовкой Техники Уборочной Вот такие Вот дела Друзья Все Всем пока Поду отдыхать Помоюсь Покушаю Время уже Седьмой час Половин седьмого Устал Ну Что поделаешь Такая работа Работа такая У меня Работа Все Пока Вот так поставить Поделиться Видеом надо И подписаться На канал Все Всем спасибо За внимание До завтра